Дайджест недвижимости. Новокузнецк – 33 700 рублей. Далее следует Брянск – 37 500. Квадратный метр в Кирове, по данным портала, в мае этого года стоил 38 600 рублей. Среди городов с самым доступным жильем, где цена за квадрат составляет порядка 40 000 или чуть больше, также Ставрополь, Курск, Астрахань, Тольятти, Ульяновск и Уфа. А лидерами рейтинга предсказуемо стали Москва, Петербург и Сочи. Жилье в столице, по данным аналитиков, в среднем продается по 200 000 рублей за квадрат. В Петербурге – 110 000, в Сочи – 97 000 рублей. В лидерах рейтинга также Владивосток и Хабаровск, Севастополь, а из ближайших к нам соседей – Екатеринбург, Казань и Нижний Новгород. В столице Приволжья квартиры в среднем продают по 62 000 рублей за метр. Дайджест недвижимости. Более полумиллиарда рублей направят в этом году на приобретение жилья для детей-сирот в Кировской области. Об этом сообщили накануне на совещании в региональном правительстве. До конца года жилье должны получить 768 человек, пока квартирами обеспечены 206 детей-сирот. Главам районов рекомендовали активизировать работу с застройщиками и заблаговременно решать вопросы по возведению объектов. Всего на приобретение жилья для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в этом году потратят 561 миллион рублей. Это почти на 40% больше показателя прошлого года. Дайджест недвижимости. Проблему несанкционированных свалок в микрорайоне «Чистые пруды» обсудят на собрании жителей. Оно пройдет в эту пятницу в 2 часа дня в здании школы по адресу улицы 4-й Пятилетки, 40. В теруправлении по Ленинскому району города сообщают, что встреча организована после многочисленных жалоб на образование свалок бытового мусора у контейнерных площадок в поселке Новый. После собрания у жителей микрорайона будет возможность заключить договоры на вывоз коммунальных отходов со специализированными организациями. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.